Доброго дня, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Я Роман Карасев и сегодня в очередной нашей рубрике я хочу познакомить вас с одной очень интересной техникой, где есть передвижение, то есть работа ног и работа рук. Это такое обучающее като из школы карате ситарю, но на мой взгляд оно очень подходит и для тех кто практикует дзюдо и в частности почему, я чуть расскажу позже. Название у этого като хидже ате гохо и сейчас я покажу как оно выполняется в обычном режиме, а потом объясню почему его можно выполнять и нужно для тех кто практикует дзюдо. Вот так выполняется это като, в правую и в левую сторону, а сейчас я дам некоторые разъяснения и еще раз покажу ее с нескольких сторон. Итак, на что обратить внимание, это конечно же первое на передвижение ног. У нас движения ногами идут линейные вперед-назад и также плоскостные в сторону. И очень важно, когда мы делаем передвижение шаг, этот шаг должен быть устойчивым, то есть мы переносим тело таким образом, чтобы оно у нас было вставало в позицию очень устойчивую и так называемое слово непоколебимое. Поэтому, вот здесь у нас мы начинаем вставные стойки, то есть первый идет шаг вперед и работа локтем вперед. Дальше идет шаг назад и работа локтем назад. Дальше идет опять шаг вперед и локоть вверх. Дальше мы немножко разворачиваемся боком и опускаем локоть вниз. Делаем полуприсед. И следующее движение в сторону. Локоть в сторону. И здесь меняем стойку. Шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, присед в сторону. И сможет поменять стойку или вернуться в исходное положение. Почему я говорил, что эта карта очень хорошо для тех, кто практикует дзюдо? Потому что, ну, во-первых, как мы видели здесь передвижение. Помните, в одном из моих предыдущих видео я рассказывал о том, что передвижение, шаги, развороты тела очень важны вообще в боевых искусствах. Ну и в том числе и в дзюдо, или дзюдзюцу, самбо. Потому что все начинается с наших движений. Мы с помощью шагов и движений можем сближаться с нашим соперником и отдаляться. То есть мы можем варьировать дистанцию. Поэтому правильно и устойчивая наша позиция зависит от того, как мы сделаем шаг. Ну и в том числе это очень хорошее упражнение для вообще как оздоровительная гимнастика. и вот эта карта. Поэтому давайте мы сейчас еще раз, я покажу медленно, да, как можно выполнять эту карту. Покажу так же вот в таком боковом режиме. И со стороны спины. Эта карта еще очень полезна и хорошо применять как разминочная карта. Еще раз хочу сказать вам, темп действий руками и ногами, он может тоже валироваться. Можно делать как очень резко, быстро, а можно делать такие плавные движения. Ну, например, вот плавное движение может выглядеть следующим образом. Плавное и безостановочное. Вот в таком варианте, когда мы делаем это карта очень мягко, оно также способствует улучшению вообще всего состояния нашего здоровья. Особенно если мы это делаем, так сказать, с большим вниманием, с дыханием, с вниманием, как говорится, внутрь себя, да, что мы должны чувствовать, как наше тело реагирует. Поэтому вот в таком медленном темпе, но особо если мы делаем не одно повторение, а 10, 20, 30, то достаточно очень хороший комплекс. И на самом деле я, допустим, практически каждое утро включаю вот этот комплекс, это карта в свою, так сказать, утреннюю зарядку. Теперь, почему, помните, я вам сказал, почему очень хорошо для тех, кто практикует дзюдо или дзюдзюцу. Ну, сейчас я вам покажу, что же такое пять локтей, почему вот эти движения локтями, они очень применимы в нашей практике, изучающих дзюдо. Хочу сразу вам сказать, что когда я впервые познакомился с этим карта, ну, я его практиковал как, ну, чисто вот такое, именно каратистское карта. Но, совершенно случайно, несколько лет назад, я вот смотрел соревнования по дзюдо, которые проходили в Токио, и я увидел, как один японец выполнил абсолютно те же действия, которые заложены в этом карте. Он выполнил действия, и в конечном счете он провел бросок. Сейчас я вам покажу, и в том числе, то действие, которое сделал этот японец. Я точно не помню, как его фамилия, кажется, который в 66 килограмм он порос. Итак, действие локтем вот такое вперед. Во-первых, что это может быть? Если у нас захват идет вот здесь за руках, нам держит, то вот действие вперед, это может быть как срыг захвата и также как защита. Действие назад тоже как срыг захвата. Действие вперед-вверх тоже как срыг захвата. Действие вниз тоже как срыг захвата и уход на какие-то другие техники. Единственная сторона тоже как срыг захвата и уход на другую технику То есть мы приучаем наш локоть и вообще плечо и локоть постоянно быть в движении Мы не останавливаемся, то есть если нам берут захват, мы не думаем как нам это отсюда оторваться То есть у нас есть четкие линии, причем они с шагами, им знаем куда и в какую сторону может идти локоть Это очень хорошее движение, особенно для тех кто начинает, для детей можно давать вот эти вещи И также те кто уже постоянно практикует Теперь я покажу вам что же сделал этот японец Итак, у него он стоял в правосторонней стойке и держал, значит обоюдный был захват за рукава Вот здесь он левой рукой держал в руках у своего партнера, соперника и он его так держал Вторая рука у японцев взяли захват вот здесь И что он делает? Практически он отдал этот захват Что он сделал? Он сделал шаг назад и отвел локоть назад Его партнер не отпустил этот захват А оставил держать То есть вот этим действием он его вывел из равновесия, потянул за собой Вторым действием, когда локоть пошел вверх И его партнер опять не отпускал этот локоть Он свой локоть повел в сторону подбородка Но это не был удар Это было движение в сторону головы А как мы знаем, то есть если идет в сторону головы какой-то удар Мы начинаем отклоняться Вот как раз таки его соперник Получилось так, что он начал отклоняться, чтобы не задело локоть японца его подбородок И сам того не замечая, то есть он держал локоть И он прогнулся назад, то есть теряя равновесие Чтобы это равновесие вернуть, он, конечно же, сделал шаг назад Но в то же время начал возвращать равновесие и стал шагать вперед Вот именно в этот момент японец сделал следующий бросок Сейчас я вам покажу, как это выглядел И первое движение было Ни, японец повел сюда И следующее движение, смотрите, вот эта нога у японца, которая стоит сзади Она начала уходить вот сюда А эта рука схватила руку И он сделал отсюда бросок Бросок, который называется сотомакекоми, да? Или когда захватывается рука партнера Им он делает такой переворот через спину Еще раз давайте я вам покажу Вот так встану, как делал локоть Ему взяли вот здесь руку Он делает движение назад Вытягивает партнера к себе Делает движение вперед Заставляя его шагнуть назад И локоть свой в сторону головы И следующее движение Он взвернулся И помните, в одном из видео я вам говорил То есть когда мы разворачиваемся через спину А когда мы разворачиваемся через живот То есть как раз таки вот здесь был разворот четко через спину То есть он сделал шаг назад Шаг вперед Поставил опорную ногу И движение сюда Он развернулся Это как раз таки вот этот принцип локтя Вперед-назад Вот он Работает локоть Сюда Работает сюда Также можно применять движения И вот такие Не имеет значения То есть или сюда Сюда И сюда Или можно сразу назад И сюда То есть Вот это ката Оно Хотя оно пришло Ну как бы разработано в карате Но оно Очень подходит И для применения Как в соревновательном дзюдо Так и вообще в дзюдо в целом И как хороший гимнастический Оздоровительный комплекс Итак Давайте я еще раз вам покажу Как выполняется эта ката Сейчас я покажу Немножко в таком Быстром движении Как его можно выполнять Это Я сейчас выполнил Этот комплекс Пять локтей Таком В энергичном И мощном Стиле Но еще раз говорю Вариации выполнения Скорость Амплитуда Может быть Разная В зависимости от того Какую задачу Цель вы преследуете В данном Временном отрезке Но Выполнять Конечно Лучше Начинать Плавно Чтобы разучить И вниманием Уделять Да Можно Постепенно Внимание Шагам Уделять Приседанию И Постановки Тела Как оно у нас Будет разворачиваться Как мы будем Ощущать наш баланс Равновесие Так, чтобы мы Не перекашивались Левую или правую сторону Это очень важно То есть мы Практически Перемещаясь Шагами Мы Укореняемся То есть мы Сделаем шаг И мы стоим Уже четко Жестко В ногах Но в то же время И в любой момент Можем быть подвижны Вот это действие Которое Уходим вниз Оно тоже очень важно Во-первых Мы тренируем Мышцы ног Вот таким Полуприседом Мышцы спины Когда мы уходим Вот сюда И есть Также Вот это действие Которое может быть Применено В технике дзюдо Когда нам держат Здесь локоть Мы можем уходить Вот сюда И вот таким вот Движением делать Переворачивая Да На Кату-гуруму Или на Через спину То есть очень хорошее Упражнение Сюда Рука ушла И Наверх Поэтому Еще раз хочу напомнить вам Вот это Ката-пять-вотте Она так называется Просто В народе Да Вот В основном Мало кто Его выполняет Но Тем более В тех Кто практикует дзюдо Но я очень рекомендую Попробовать Изучить Оно несложное Как вы видели Да Но Обратить внимание На то Что Эта ката Может Приносить пользу Как Для тех Кто Соревновательное дзюдо Изучает Для тех Кто Дзюдо Как Самозащита Изучает И для тех Кто просто Дзюдо Изучает Для того Чтобы Поддержать Хорошую Форму Физическое Состояние Здоровье И как Гимнастический Метод Хороший Ну и В завершении Я еще раз Вашего позволения Покажу Этот комплекс С вами был Роман Карасик Изучайте Дзюдо Не останавливайтесь На достигнутом И Совершенствуйтесь До новых встреч